Всем привет, это Kyungha. Сегодня для меня очень важный день, поэтому я хочу рассказать очень важную историю. Я занимаюсь ютубом уже 6 лет. Это мое первое видео, без монтажа, просто вкладывала. Привет, это Kyungha, и я кореянка. Здравствуйте. Но, наверное, некоторые люди знают меня, потому что я участвовала в ютуб канале в Корее. И многие люди попросили мне делать видео, поэтому я вот так первый раз попробую. Даже я делаю ошибку, ошибаюсь, понимаете, пожалуйста, не забывайте меня. Вот так очень странно получилось, но через 6 лет. У меня 800 тысяч подписчиков. Я родилась в очень маленьком городе, Cheongju называется. Вот это мое детство, я раньше жила в Англии, у меня очень смешная прическа была. Поэтому тогда я знала английский язык. Вот это моя мама. И это моя лучшая подружка, Эйми. Я закончила детский сад в Англии. Потом я вернулась в Корею. Закончила начальную, среднюю, старую школу в Корее. Но каждые каникулы я проводила время на Филиппинах. Потом я взрослела и сдала ЕГЭ в Корее. И мне надо было выбрать факультет, что я буду изучать в университете. И я выбрала русский язык. Я хотела изучать французский язык или политики, потому что я хотела стать дипломатом. Но так как я уже знала английский язык и японский язык, хотела попробовать изучать очень сложный язык, русский язык. Потому что все сказали, что русский язык не легко изучать. Это мои лучшие подружки. Мы вместе изучали русский язык. И через год мы вместе полетели в Узбекистан. Потому что там тоже говорят по-русски. Мы там путешествовали и познакомились со студентами. Вот это Искан. Сейчас он в Корее владеет рестораном. Мы вернулись в Корею. И еще раз нам дали шанс изучать по обмену во Владивостоке. Тогда была ДВГУ. Сейчас ДВПУ. Кто-то, наверное, помните и знайте. Это мои друзья, которые со мной во Владивостоке изучали русский язык. 17 человек из нашего университета полетели во Владивосток. Нам было просто хорошо, что мы вместе не разговаривали на русском языке. Потому что все кореянки и корейцы. И вот такой неправильный русский язык мы написали и приклеили. А мне было просто весело. А я вообще не говорила по-русски. И думала, что я делаю. Потом я вернулась в Корею и долго-долго думала. И решила одной полететь в Уссуриск. Это рядом с Владивостоком где-то час или два часа ехать. Там было очень мало южной корейцы. Поэтому я могла подружиться с русско-едичными корейцами. Кстати, рядом подружка это Инна. Мы очень хорошо подружились. Поэтому я полетела в Уссуриск на ее свадьбу. И думала так. В России свадьбу один раз в жизни хватит. У нас как максимум полчаса. А там целый день или два дня. Тогда я могла сдать второго уровня Торфель. Это тест русского языка. После Уссуриска я хотела посмотреть мир больше. Я была одна, но там жила и подружилась. Тогда я могу делать то же самое в другой стране. Тогда я спонсировала одну девочку из Замбии, из Африки. 10 лет. И хотела побывать ее. Потому что она каждый месяц отправила мне письмо. Ну, тогда был вирус. Эболовирус. Из-за этого я поменяла направление и полетела в Кению. Это было самое счастливое и тяжелое время для меня. Я похудела 8 кг за месяц. Я там детям учила английский язык, танец. И показала, что в этом мире. Какие люди и так далее. Кстати, они делают дом из какашки корубой. Когда какашка горячая, они вот так создают дом и внутри живут. Хотя я не могла кушать нормально там, мне было очень приятно. Я жила в Кении полгода. После этого путешествовала по Африке автостапом. Я вернулась в Корею и из университета мне написали письмо, что я заняла первое место и еще дадут шанс учиться по обмену в Петербурге. Поэтому я собрала вещи и полетела в Петербург. Это был самый красивый город в моей жизни. Это моя общага. Я там жила и подружилась со студентами из разных стран. Мы все иностранцы, но разговаривали на русском языке. Поэтому мой русский язык чуть-чуть лучше стал. Это моя подружка Стейси, мы познакомились в Эрмитаже и потом мы начали жить вместе. Это мои друзья, которые вместе жили со мной в общаге и изучали русский язык вместе. И я обещала им, после окончения университета я буду побывать каждого из вас. Когда я училась в Петербурге, вдруг мой старший по учебе мне позвонил и спросил, «Скоро будут Олимпийские игры в Сочи, а ты можешь переводить на английском, на японском и на русском языке». Тогда я не так хорошо разговаривала на русском, поэтому каждый день спала три часа и училась. Поэтому полетела в Сочи и там было очень много чего посмотреть, поэтому я тоже одна гуляла и посмотрела. И вдруг издалеку очень большие мужчины подошли ко мне и спросили, кто я. «Кто вы?» «Кто вы?» «Да, кто вы?» «А кто ты?» «Я кореянка». «Кореянка?» «Да». «А ты из Кореи?» «Да я из Южной Кореи». «А из Северной есть?» «Сколько в нибудь?» «Нет». «Мне 22 года». «22?» «Да». «А следующая Олимпиада будет у вас зимняя?» «Да». «Найва». «Ой, слушай, потяжелее наших вы!» «Я не знала, кто они такие, но оказывается они очень популярные, но я забыла, я не знала и вернулась в Корею». «Я закончила университет и вспомнила обещания с друзьями, которые я сделала в общаге, поэтому решила путешествовать больше, чтобы встретиться с ними». «Вот это моя сумка, 15 кг был очень тяжелый, и сначала мы с мамой и с братом полетели бы в Турцию. Потом я порвала билет обратно в Корею и одна полетела в Грецию. Потом на автобусе с автостапом путешествовала Хрватска, Венгрия, Булгария, Сербия, Босния, Чехия, Косове, Македония, Албания, Черногория. Тогда тоже было очень мало корейцев, которые путешествовали по Восточной Европе, поэтому я просто спрашивала и подружилась с местными людьми и могла путешествовать очень хорошо, и почти большинство увидела моих друзей». «Я вернулась в Корею обратно, но не знала, что дальше буду заниматься, как я буду зарабатывать, поэтому решила стать программистом». «Я изучала программистом», но вдруг через Инстаграм мне пришёл директ. «Это Сергей Стиловин пригласил меня в Москву в Радио Маяк». «Оказывается, он выложил видео со мной и такие комментарии били». «И я полетела в Москву, блин, это было очень интересно». «И я делала интервью в его программе «Радио Маяк». «Я подарила ему самую острую лапшу и соджу». «Так как лапша была слишком остро, он сразу выпил соджу. Это ещё острее стали, поэтому он, наверное, болел чуть-чуть». «Я сделала встречу в Москве с подписчиками. Я ждала и очень сильно переживала и думала так. Если только три человека приедет увидеть меня, я буду слишком безумно рада. Я на это благодарю, хотя я приготовила подарок больше 20 штук. И вот столько пришёл со мной встретиться. Это была моя первая встреча в Москве. После этого я так чувствовала. Из чужой страны, из другой страны. Я иностранка, но меня так обожают и тянут. Это так приятно и тепло, я чувствовала любви. И я путешествовала. Поэтому по России очень много. Республика Тэба, Бурятия, Нижний Новый город, Москва, Петербург, Иркутск, Владивосток, Хаваровск, Владикавказ и так далее. Очень много городов путешествовала. Потом я узнала, что меня смотрят из Казахстана тоже. Казахская кухня такой вкус. Я в шоке я тронула. Спасибо Казахстане, что вы придумали такие барани. Почему я так странно говорю на русском? Я просто игронировала грамматику. Как сейчас. И в Казахстане подписчики написали, Геонг, устрои, пожалуйста, встречу. Поэтому я устроила встречу. Я думаю, эти дети уже выросли. Я даже не знала, что кто-то придет вообще. Я думала, наверное, два человека или три человека придет смотреть меня. Вот, оказывается, так много приехали со мной встретиться. Поэтому я плакала. И я могла познакомиться с Изя Сенге странах, с многими блогерами. Все равно я иностранка. Мне было сложно что-то найти или делать. Но они так тепло и хорошо помогли. Я думала, какие контент вам будет интересно. Оказывается, многие любили мой бьюти контент. Поэтому я чуть-чуть фокусировала. Еще я активно делала видео об отдельной косметике. И после этого какая-то девочка написала мне, Женя. И мы работали через онрайн вместе три года. И наконец, в прошлом году мы встретились. Сейчас Женя и Динара мне помогают в магазине заказывать корейскую косметику. И вдруг в какой-то вечеринке я познакомилась с парнем. Он вообще не знал, что такое Ютуб. Но он очень хорошо помог. Поэтому он бросил работу и начал со мной работать. Мы работали вместе и любили вместе. Как вы знаете, я вышла замуж. Мы сделали прямой эфир и вы так много поздравили нас. Я помню, когда ты поздравила себя 10 тысяч подписчиков. Тогда никто не поздравил меня, кроме мамы и моего младшего брата. Давайте всем поздравляем. А сегодня... ...стало 800 тысяч подписчиков на Ютуб. Поэтому мы заранее приготовили сюрприз. Мы еще на прошлой неделе заказали торт. Юн с друзьями планировал вечеринку поздравить меня. Но так как мы не знаем, в какой день будет ровно 800 тысяч подписчиков. Поэтому говорят, они 4 раза поменяли дату. Но у нас еще есть пару минут, пока Юн и Кёна не приехали. Поэтому мы решили написать видео поздравления Кёне заранее. На русском? На русском. Хорошо. Кёна, я тебя поздравляю с 800 тысяч Ю подписчиков. Да. Ну, желаю дойти до миллиона и дальше, 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 дальше. Чакай Юн! 800 тысяч подписчиков — это большое число. Мы поздравляем тебя от всей души с этим юбилейным числом. Да. Желаем счастья, здоровья, больше подписчиков, больше денег. В общем, всегда удачи и успехов в твоих новых проектах. Немного весело. клубника – dishon, холод. Немного весело, маленького весело. Я прос lose cares, тяжело. Ребήка конец. Добавил к ее хорошо. Я進г – trailer «Немного весело!» Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok